никому не дозволено перечить великой императрицы я вас приветствую друзья с вами вироса и джин зянь стала нашей императрицей шальной или нет пока неизвестно но хотя все зависит от того как смотреть и что я думаю в целом на самом деле есть вариант подписать вот этим молодым человеком мирный договор нам он сейчас не нужен то есть с ним выяснять нечего на самом-то деле с ним выяснять нечего по-хорошему может быть как-то найти контакт наше терпение с врагами царство джун с ним воюет еще и юан шау о мы с юан шау сейчас можем чуть найти взаимопонимание и вернуть его в семью и благополучно размазывать 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 вот этих псевдо императоров да нам нужно захватить его столицу а его столица где а его столица то кстати она должна быть отмечена по идее то есть императорская столица отмечается вот таким вот дополнительным символом а его я что-то царство а его царство что тут столицы далеко далеко пасутся козы ну что же сделаешь здесь тоже пробиваться придется через многих и ладно хорошо давайте давайте заключать с потомком цау-цау он готов нам платить деньги он готов нам сделать взгрев прям серьезный такой по идее про спонсировать еще создание нескольких армий и все будет хорошо а кто не нападение он царство джун тоже об этом думает но хочешь не хочешь а нам в любом случае нужно уничтожить если мы рассчитываем стать императором а нужно взять эти столицы тогда мы победим так что потребовать дань царство вей проведем с тобой переговоры мы еще и продовольствие у него можем выпросить допустим по кто не нападение не готов право проходу он тоже не готов нам давать обменяться территориями ну этот город в теории я могу запросить но только его и все у него там разрозненные территории все да жуинь ах ты ж жу хотя подожди 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 а ну ты не под кем уже и же не под кем все все забили просто я смотрю что-то чаньша тут чиби 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 а джа джа город вообще не вариант у него просить предлагать помощь также не стану пусть с кем-то бодается попросим продовольствия вот таким образом и регулярный выплат мелочь пусть будет то есть соответственно мы подпишем с ним перемирия предметы я тут не могу сожалению выбивать при таком договоре подписываем мирный мирный договор мы с ним подписали образовывать коалицию создать империю так верховная власть надежащим продали императрицы которые понимают все решения членства империи и введение связных войн все прочие действия в том числе объявления войны участники империи могут совершать самостоятельно а давай вот тебе предложим заканчивай с этим но даже за еду он не продастся плена вот эту тему я не использовал ни разу имперскую может намутим с тобой а ее давать и не стесняйся слушай эти даже предметов насыплю умиротворение подданных 5 насыпать он хочешь вот эту броньку нас и плите еще так но и можно еду предложить ему он пока еще живой но его владения я что-то сейчас не могу нащупать а ну вот они его вот нет это не владение империя хань где твои земли вот это вот и все вот вот это вот сейчас печально у тебя грустно у тебя я бы сказал бы очень грустно дружище глаза у тебя такие печальная предложим еды да мы согласны так просто очень любопытно что это дает поэтому я его пытался уговорить с ним бы тоже договориться перемирие он пока выпендривается у него есть еще здесь немного владений может создать армию чтобы его утихомирить давайте потребуем дань здесь говори быстрее мы достигли взаимопонимания он готов нам платить еще посмотрим что в итоге мы получаем владение подписывает мирный договор образуют империю ваша фракция является частью империи мы есть империи и суда дипломатия 10 тысяч округлим так сильно быстро хотя солнце смотрите платит столько же по идее прям у них сто процентов идентичная сумма девять тысяч двести восемь манер прям вот идеально индейец на самом деле не намного меньше платят царство джун 32 тысячи мне платят но вот старством джун напряг хотя с другой стороны воевать мы потеряем половину нашего текущего дохода он не платит он не продолжает платить исправно платить не в этом счастье но факт остается фактом так и должности должность министр конокрадов дипломатическое отношение со всеми фракциями у меня со всеми тут на масса отношения до давайте легендарных лордов чапа посадим чисто так своих на должности будем сажать министр конницы министром конницы у меня будет афиг его знает кто министр распорядитель убежала с нам головорезом тут сразу нашли кого поставить давай да министр финансов посадим девушку она у меня единственный тут уникальный по моему остался на коррупции минус 2 процента министр императорской семьи а с фига ли ты член семьи ну ладно ты член семьи я не знаю откуда ты там взялся но ты член семьи говорят ванши живанши тянь примление к повышению не появится стоимость прикрытия для всех вражеских шпионов вот шпиона надо выполняет поручением ионов на дом губернатора тоже можно назначить но это мелочь все дела государственные разрулили блина точно может минус 40 тысяч получим доходу денег хватает но сам факт самому отказываться от такой от такой доходности до такого кпд прям жесть нам в любом случае здесь проходить говорят новые стеки надо будет тут тогда собирать иначе мы долго будем вести их сейчас ударим по нему и там уже будем формировать новые силы править должен закон осторожность гасит огонь сердца на марше ты уходишь с ним подписали мирный мы сдаем ход можно посмотреть чё там по шпионам конечно можно и к тебе отправить и все пока не интересует сильно давай посмотрим а ну ты кстати порушишь шпион и вполне себе вполне вывозишь полководец похоже наследницей сделал ее до поэтому такая довольная сидит о да тут можно новых дискредитировать персонажей смотрите джан фэй тоже проявляет недовольство прям ломаем тебя полностью гуань ю ю ну гуань ю я можно дискредитировать но зачем он не сильно ты наконец-таки недоволен джан хэ джан хэ может и уйти джан фэй тоже я думаю джан фэй даже с большей вероятностью уйдет гуань ю я и нян ланя ну вряд ли мы сейчас подвинем но шпионская работа тут идет куда она на всякий случай проверить они вряд ли тоже пойдут шпионить они если только уйдут и придут к нам мы тоже благородных кровей все таки ну что ты делаешь а ну вот но зачем тебе это слушай объявлена война и анша объявляет нам войну ваша министр готовится ответить на этот вызов и вы начальник и рвутся в бой они уверен что сумеют обратить жалко узурпатора в бегство с членом своего союза с которым у вас заключены оборонительные пакты ну тут и матен и сюй хуан юан шау еще и цау цау но он идет все равно в эти земли надо будет тут тогда сейчас так создать блин ты сломал не такую тему слушай перчак а ты же сломал мне объявляет войну солнце объявляет войну империи хань шпион возвращается цао джан перья хань становится вассалом юань шау концепт подписывать мирный договор сразу объявляет войну ли пи не объявляет войну владения то а мы чего владения то солнце становится вассалом царство джун военный союз преобразовывается в империю уши все ты зря под него лег становится вассалом юань шау развитие фракции коалиция аншах валим как все в один момент до нафиг поменялось просто вот в один момент говори быстрее но мы с ним еще не воюем то есть потенциально это союзная война но мы с ним не воюем как она вот эта вот тема порой работает вопросов дофига но сейчас нам надо решать будет проблему проблему надо будет решать взял козлина испортил все неприязнь так как тебе может быть и стоило бы закинуть и она просто мы тут такой маневр обходной делали а в итоге он нафиг нам сдался них свою ярость соберитесь силами продвигаемся в итоге он же нам не нужен те кто противится как час будут сокрушены отпустите их это поселение входит фракции которые они входят а вот сейчас я нихрена не понимаю честь для меня то есть он входит в мою империю но при этом является вассалом царство джун союз божественных судеб поднебесная династия и нет союза царство джун божественная империя практически как рапсодия да она пошлите сейчас основные армии я не в настроении а с тобой сейчас диалог вести нельзя и так понимаю но мы только что подписали договор на обычном марше словно дальше хотя тут хоть обычный хоть ускоренный объявишь войну заберешь вот этот проход здесь все-таки укомплектуем сейчас еще одну армию а даже две надо две армии комплектовывать смотрим зеленый один есть под смену есть даже четыре штуки у меня зеленых это хорошо зеленых у меня аж 4 штуки давай джань фань будьте неподкупны хочу заходить сюда пока меня не было работаем дальше красный у нас один вояка второй губернатор третий первый левел новичок но вот мы его подтягиваем хорошим и пламя и теперь стратег у два губернатора так вы указы выполняете но вот новичка также и предлагаю взять эти левел а подожди ты губернатор ты губернатор губернатор давай тебя в осторожности сокрыта хитрость осторожность в осторожность что мы ухты подожди тут защитники не бежит теперь у нас появились да мы как-никак империя у нас есть защитники небес он а наш давай защитников небес 1 защитников нет они тебе защитников небес 2 эти с щитами останутся сейчас для а стра стачки опять почему тебя опять фига ли тебе все предлагает я заменять хочу понятно что у тебя место пустует но не надо вот это вот рекламировать свое пустующее место и для того мы здесь сегодня все сегодня собрались так сберем арбалетчиков парочку артиллерию парочку разрывных парней о кавалерии это все естественно уникальное оставляем конных копейщиков и можем ударную пехоту уникальную также оставить в твоем распоряжении пока что замечательно народ от корней я дома как поживает мой народ хорошо с двух сторон бить тебя или с одной но я не знаю какого фига вот этот до сих пор считается что входит в мою империю являясь вассалом другого что-то мне просто подсказывает что про но но не доработали они эту тему куда вас тащить тоже непонятно ансау-цау входит в альянс нашего врага но официально войну не объявлял ведь у него разрослись тут владение него было одно всего лишь поселение неплохо там он мочалку раздамажил с тобой бы договориться проходить тоже долго при сети землю пробуем пока проходить ну и армию все же думаю тут соберем с этой стороны по новичкам что то есть интересное диал пэйвэйн диал пэйвэйн так давай наверное верность вашего шпиона слишком низко слишком говоришь да ну вот она она прям вот готова уйти уже поэтому пытаемся дискредитировать по максимуму она вскоре может свалить симпинь он симпинь счастлив достаточно неплохо бою лояльность мы поддерживаем твою лояльность пока поддерживаем так у тебя что ты можешь сделать а помоги торговцы все равно очки накапливаются так из новичков у нас только фиолетовый значит благонадежный до потенциальный давай вот тут лучше в этом поселении но фиолетовых у меня тоже достаточно есть вот хороший лисянь вон еще парочка протек всего один у меня остается резервный сегодня стратег но это плохо с лисяня мы возьмем лесяня мы возьмем а развертывание за сезон 4 ладно приготовьте мои покои лисянь восстанавливайся может на следующий ход кто-то более-менее к тебе присоединиться еще бойцов можем он глашат их желтого неба те закинуть кавалерию тигров распускать не буду а вот конное ополчением также можно заменить давай вот так и патич не будет и вот этих красавцев все развертывание есть у вас куда тащить вообще сейчас непонятно что вам делать как вам быть уйди пока в поселение движуха то пошла по трубам но немножечко не в том темпе в котором я хотел и не в том направлении и ну в целом то что говорить я понимал что на самом деле а ну пусть он захватывает как раз эти земли пусть он захватывает мы их будем освобождать в целом то я понимал что в рано или поздно этот взорвется но сейчас очень нелогично действие от него вступить в войну царством джун просит свой сюзеренагер секса вы начать войну вступает войну совместно с юань шау просят своего сюзерена начать войну объявленного нас сюнь царство из владения той у нас нормальное отношение так он освобождает солнце еще за санта-барбара я до сих пор не пойму как он входит в мою империю является вас то есть по идею он должен как бы формально мне кажется все-таки стабильности отказаться от такого поворота есть мол я не вхожу в твою империю сказать и становлюсь вассалом сокрушить их кружились мы корней в белом танце по вокруг да около оказалось все развязки куда быстрее придет до а мы там в белом танце кружимся пусть заслужат предметы вот все вот эти новички пусть они заслужат предметы на халяву просто так мы никому не раздаем их трупы послужат предупреждение но в целом это было бы странно с точки зрения позиционирования что у него врата и проход к нашему городу под контролем у противника до но он эти врата вообще не улучшал соответственно автобой в нас хоть на этом фоне верил хоть в этот раз так берем конечно же профильную способность любопытно армия здесь размещена может быть тебя или утаскивать пока пусть сердце наполняется радостью за стенами поселения ты двинешься в сторону потенциальных земель ну пусть он отойдет чуть подальше чтоб он уже не чувствовал угрозы и по идее тогда проблем не будет на следующий ход еще тут армию создадим в поддержку любу больно вольно не больно наша вера вознаграждена этому работать можно они еще поблагодарят нас за это так но я все-таки предлагаете чуть-чуть поделиться наградой пока меня не было он то не дотянется за один ход вдобавок ко всему еще шпион у нас сидит гарнизон не особо большой тоже еще не успел раскачать зачем и тренировочную вагисти с черный поэтому рассчитываем таким образом получены новые предметы шпионов смотрим кандидаты нагадят точно не шпион вот все кто здесь списке они вне подозрений бегун бегун сигун далеко не нафиг не ждал с диапы вень а можно знаете что не блин но артиллерия нужна хотя если это будет чисто вспомогательность так да и плевать такой маневр держать центр странный немножечко соглашусь но пойдет так но помощь вам у нас получается еще желтый есть вот его и возьмем без дисциплины не бывать объединения лучники у нас будут лучников у нас более чем достаточно сейчас будет о тут добродетельные аристократы как раз вот подъехать давай давай топовая бандюха пандюха топовая обстановить тебе таких вот красавцев четверочку закинем можно защитников земли нарисовать тебе ты берешь защитников небес два отряда кавалерии ну и остальное тоже наверное кавалерии твои профильные закинем пока вот таком русле в таком формате будет армия я не сойду с пути так запасов запасов хватает я хочу на следующий ход мы сможем уже даже выдвинуться и уничтожить рассадник заразы сейчас я не буду уже давать шансов соответственно то есть он он будет уничтожен вам придется границу защищать шпионом поддерживать лояльность ты накапливай очки и не в армии до . расширить шпионскую сеть вызволить помешать разведке добивайся чё-то делай как дела на этом поприще но джань хэ чё-то чё-то довольный да и ты я смотрю не особо высказываешь громко то что стоило бы сказать и поддержим твою лояльность говорите громче вас не слышно ну то есть две армии тут нападают лад такому развитию мы местами были готовы только то что мне приходится растягивать силы минус естественно она мы формально причем не находимся с ним состоянии войны но нападать можем без проблем да я так понимаю но я думал он все таки объявит войну дополнительно матем мирный договор качество полученным названные родичи развитие персонажей постройки дипломатия быстрее то есть войне они с нами не находятся если глянуть вот состояние войны нет никаких таких напрягов царство джун мог бы отправить вон войска туда но этого он не делает ты мог бы дотянуться до день вы я надеюсь дотягиваешься решительную победу одержит ладно давай все планы осуществляются просто формально он нам платит продолжает мне так кажется что он платит по прежнему такое ощущение что он все равно продолжает нам платить дань из-за того что война не они платят не платит на область разуме на зайти посмотреть видеть что нам да не не платит управляй страстями посмотреть и увидеть что дань нам не хватит армию выдвигаем суда ждем в засаде ставим засаду наконец-таки мы подключаемся к завоеванию этих земель но ты вассал солнце а ну-ка солнце накинешь нам обсудим дела смотри мы в коем веке предлагаем контракт а давай против юань шау мы улучшим с тобой отношения мы можем конечно стрясти денег больше с тебя но тебя все лишь одно поселение наши искусственный интеллект это пофигу его деньги будут письмы с юань шау утверждаем вот предметы отсутствуют еду здесь использовать нельзя есть мы уже император но все равно можем кончен он не отдаст да он слишком жирный город отдавать я если сюда сейчас пойду и он согласится скорее все отберет так слишком жирный городишко у него денег нет он все бабки нам отдает прикиньте по факту похоже нам даже с тобой контракт все таки обсудим условия с тобой контракт будет поинтересней я могу те же предметы назад забрать и улучшить отношения с не варились армии или гарнизон разгромить разгромим не переживай тебе просто объявляем войну победа открывает многие прекрасное мы возьмем его не состоявшийся убийца нафига тебе опыт уже тоже непродуманная система в трое царстве потому что 10 уровень все пределу а нам уже вот эти вот они нужны постройки дает различные бонус но повышают коррупцию скорость исследования претишь чисто только уже формальность да так ладно гарнизон укомплектовываем сразу полностью зал сбора да не тоже и по чуть-чуть продовольствия бы города хотя бы тебя могли частично прокормить иначе будет мало приятного может и не нужен здесь так нам вот там дальше разделяться придется до разделение только так если рассматривать и добьешься халду не давайте ладно уже сделаем следующей серии такие вот дела имперские разборки начались господа имперские разборки не так как я планировал но когда шло по нашему плану до скорой встречи всем добра пока пока господи 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 господи